Здравствуйте, я Настрома771. Сегодня я хотел бы провести тестирование антивирусного решения MCSoft Antimalwa версия 2020 1.0.99.26 финал по состоянию на 2 января 2020 года. Тестирование выполняется в операционной системе Windows 10 профессиональная 64 бита. Аппаратная часть тестовой машины процессор FX8350, 16 гигабайт оперативная память, 120 гигабайт SSD. Перед установкой защитного комплекса территория компьютера проверяется сторонними сканерами на предмет наличия каких-либо опасных элементов до установки продукта. Zimano Antimalwa каких-либо опасных элементов на территории компьютера не находят. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаружено. Malwaibytes. Antimalwa. Версия корпоративная. Завершается сканирование. Опасные элементы на территории компьютера обнаружены не были. Приступаю к установке защитного комплекса. Ознакомление с лицензией. Далее необходимо войти в свою учетную запись. Либо зарегистрироваться. После выполнения регистрации выполняю обновление программного обеспечения. Новых обновлений нет. Информация о программе. Версия пробная 29-дневная. Версия продукта. Программа настроена на максимальный детект, насколько это возможно, согласно имеющихся инструментов настройки. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса подготовленных архивов с различными зловредными объектами. Выполняется загрузка первого архива, собранного в январе 2020 года. Архив загружен и находится в директории загрузки. Загружаю следующий архив. Загрузка выполняется в эту же директорию. Объект находится в директории загрузки. И последний общий накопительный архив с инкодерами. Все загрузки выполнены. Выполняю распаковку загруженных на территорию компьютера архивов. Первый архив. Ввожу пароль. Распаковка завершена. Выполняю распаковку второго архива. Ввожу пароль. И последний общий накопительный архив. Ввожу пароль. Выполняю сканирование распакованных архивов при помощи антивируса. До настоящего момента каких-либо предупреждений от антивирусного продукта не поступило. Проверка. Начинается определение опасных элементов, а также вредоносные объекты помещаются в карантин. Завершается сканирование. Были обнаружены угрозы. Выполняю удаление обнаруженных объектов. А также архивов. Начинается обработка зараженных объектов. Завершается обработка объектов. Всего было обнаружено и ликвидировано 17879 элементов. В директориях остается 110 объектов. Выполняю проверку еще один раз. Просканировано 110. Опасные элементы среди них не обнаружены. Проверяем директорию. Энкодеры. Комплексный накопительный. Тейп 1. На остатке 17 элементов. Тейп 2. На остатке 79 объектов. Категория новой энкодеры с 2020 года. Тейп 1. Объектов нет. Тейп 2. Объектов нет. И директория общих вирусов по категориям. Бэкдо. Объектов нет. Ботнет. Объектов нет. Дроппер. Объектов нет. Энкодеры. Директория пуста. Молва. Элементов нет. Прочие объекты. Здесь находились элементы, которые фактически большинством антивирусов как опасные не определялись. Тем не менее, я решил оставить их для исследования. 8 элементов. Рансом. Объектов нет. Троян. Директория пуста. Троян. Крипт. В директории обнаружено 5 нераспознанных элементов. Вирус. Директория пуста. Черви. Директория пуста. Приступаю к запуску объектов, которые остались после сканирования антивирусом. Категория Троян. Крипт. Объект номер 5. Запуск от имени администратора. Появляется в памяти, анализируется. Предупреждение MCSoft. Подозрительное поведение. Объект блокирован. Из директории удаляется. Объект 9. Появляется в памяти, анализируется предупреждение. Поведение распознано как опасное. И объект удаляется из директории. 11 файл. Появляется в памяти. Определен как неклассифицируемая молва. Запускается приложение на китайском языке. Предупреждение. Подозрительное поведение 11 элемента. MCSoft. Удаляет объект. Элемент 75. Появляется в памяти, анализируется. Определен как пакет в N32 Black. Данный элемент пока продолжает присутствовать. Объект 151. Появляется в памяти, анализируется. Определен как опасный. Предупреждение MCSoft. Обнаружил опасное поведение и удаляет файл. Следующая категория. Прочие объекты. Первый элемент. Невозможно запустить в данной операционной системе. Объект 14. Отсутствует соответствующая библиотека. Объект 45. Появляется в памяти, анализируется. И через некоторое время выгружается. Объект 48. Появляется в памяти, анализируется. Выгружается. Объект 71. Предлагается установить драйвера для Windows 2000. Соответственно я отказываюсь от этого действия. Так как система работать не будет корректно. Объект 74. Отсутствует библиотека. Объект 79. Попытка старта. Выгрузка. И последний элемент в директории 81. Предупреждение. MCSoft обнаружил опасное поведение. И объект удаляется. Переходим к следующей директории. Обновленные энкодеры. Здесь файлов не остается. Поэтому переходим к объектам, которые накопительно собирались до 2020 года. Тейп 1. Объект 90. Появляется в памяти, анализируется. Предупреждение. MCSoft обнаружил опасный элемент и удаляет объект. Элемент 464. Появляется в памяти, анализируется. Определен как молва. И через некоторое время сам выгружается. Объект 650. Появляется в памяти, анализируется. Предупреждение. MCSoft опасное поведение. Объект удален. Объект 651. Вновь предупреждение. MCSoft. Объект удаляется. Элемент 723. Появляется в памяти, анализируется. Стартует дополнительный элемент. Пути Configuration. Неизвестный элемент. И выгружается. Объект 903. Появляется в памяти, анализируется. Предупреждение. MCSoft. Объект удаляется. Элемент 916. Появляется в памяти, анализируется. Определен как молва. Пока продолжает присутствовать. Объект 934. Невозможно запустить, так как отсутствует соответствующий объект. Элемент 991. Появляется в памяти, анализируется. Предупреждение. MCSoft. Обнаружил опасный элемент и удаляет объект. Элемент 1051. Появляется в памяти, анализируется. Определен как неклассифицируемый молва. Предупреждение. MCSoft. Объект удаляется. Элемент 1499. Появляется в памяти, анализируется. Предупреждение. MCSoft. Опасное поведение. Ликвидировано. Объект 1642. Попытка установить игровое приложение, сам инсталлятор выгружается. Объект 3544. Появляется в памяти, анализируется. Определен как Троянваривин 32 Як. Пока продолжает присутствовать. Элемент 3621. Невозможно запустить в данной операционной системе. Объект 3544 был ликвидирован MCSoft. Элемент 4212. Появляется в памяти, анализируется. Определен как Малва. И пока продолжает присутствовать. Запустили все элементы с данной директории. Появилось 2 файла, 2 объекта в директории при распаковке. Попытка запуска. Объект определен как неизвестный и выгружается. Следующая директория. Энкодеры, которые с наименьшей вероятностью могут запускаться в среде Windows 10 64 бита. Выборочный запуск. Здесь 79 элементов на остатке. Объект 438. Невозможно запустить. 857. Аналогично. 1552. То же самое. И последний элемент в директории 7734. Ни один из объектов не может запускаться и работать в среде Windows 10. Еще несколько объектов на выбор. Объект 2571. Появляется в памяти, анализируется. Определен как Малва. Стартует и выгружаются дополнительные элементы. Сам объект в итоге выгружается. Объект 2685. Определен как неклассифицируемый Малва и продолжает присутствовать в памяти. В настоящее время мы наблюдаем, что в памяти присутствует несколько опасных объектов. Прочие были выгружены. Объект 75. Из директории Trojan Crypt. И энкодер. Тейп 2. Определенный как неклассифицируемый Малва. Выполняю проверку компьютера при помощи антивирусного комплекса. Завершается сканирование. Какие-либо опасные элементы на территории компьютера обнаружены не были. Имеются объекты в карантине. Выполняю рестарт системы. В ходе рестарта каких-либо дополнительных приложений не загружается. Система стартует в стандартном режиме. По данным комода Kill Switch, сейчас в памяти каких-либо опасных элементов нет. На автозагрузку также не поступают какие-либо опасные объекты. Проверяю директорию для шифраторов. Архивы. Каких-либо повреждений не имеют. Видеообъекты. Все доступны. Документы. Доступны и читабельны. Музыкальные объекты. Все доступны. Изображения. Доступны. Шифрованию не подвергались. Что касается директории, расположенной на диске C, то здесь то же самое. Объекты шифрованию не подвергались. Удаляю из директории объекты, которые были распакованы. Все элементы легко удаляются. В режиме реального времени какие-либо объекты не работают. Выполняю сканирование системы при помощи дополнительных сканеров. Завершается сканирование. Зимана антималва на территории компьютера каких-либо опасных элементов не находит. Hitman Pro. Следов заражения системы не обнаруживает. Малва и байтс антималва. Версия корпоративная. Выполнялось быстрое сканирование. Каких-либо опасных элементов на территории компьютера обнаружено не было. Таким образом, в ходе выполнения данного тестирования, фактически какого-либо заражения системы не состоялось. Несмотря на то, что ряд неизвестных и зловредных программ присутствовали и работали в памяти, нанести какого-либо вреда значительного системе они не смогли. Файлы пользователя шифрованию не подвергались. На этом тестирование завершено. С вами был NoStroma771. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!